Элементарно. Брался огнетушитель, в его основание заливался бетон, вот где-то примерно сантиметров, ну сколько это, 8-10 бетон, обыкновенный бетон. И там, где завинчивается вот эта головка, туда забрасывался карбин, и вода наливалась, закрывалась, и там, где лежит труба, рядом с ней этот огнетушитель закапывался с таким расчетом бетон, что направлен был в сторону трубы. Так как там запор хороший, возникало избыточное давление, этот огнетушитель выбивало, и сила выбивания такая была, что она вот такую толщину трубу прорывала. За счет этого прорыва рядом еще разводили небольшой костер. Когда происходило пробивание, выходящий газ загорался. И вот это, значит, пламя, видно было, где-то высоты 30 метров пламя, видно было за 150 километров. Вот это дымящее. И для того, чтобы это не делали, выставили специально батальон, который днем и ночью охранял этот трубопровод. И, как правило, когда происходил взрыв, мы, значит, садились на вертолет и должны были в Шеверган, советских специалистов, которые обеспечивали этот трубопровод, выезжать и информировать. Вылетали и информировали. Один раз мы попали в такую нехорошую ситуацию. Я это привожу не для того, чтобы показать, какой я, значит, боевик и так далее, а для того, чтобы сказать, насколько это опасное явление. Нам сказали, что произошел взрыв. Мы сели на вертолет, летим. По правилам безопасности нельзя лететь над самой трубой. Надо или влево, или вправо держаться. Но мы боялись, что с кишлака по нам могут вести огонь, и мы вертолет постоянно мотивируем. И, как назло, когда мы дошли эти трубы, выходящий газ из трубы, который уже где-то час-полтора, значит, вырывался наружу, был огрушительный звук, который перебил по своему звуку звук работающего вертолета. Такой сильный напор был газом. Когда мы пролетели, мы все вспотели. Достаточно было одного искорки двигателя вертолета с этой струей, и от вертолета щепки не осталось бы, разорвало. То есть, подрыв они сделали, но зажечь не успели. И вот этот газ выстреливал вверх. Я сейчас могу ошибиться, но выходящий газ порядка 40-60 атмосфер. Это мощная струя. И вот, значит, вот эти, вроде, безобидные трубы, если за ними не вести соответствующий контроль, не обеспечивать катодную защиту, делается специальная катодная защита, столбы идут вдоль этого, и они, значит, запускают специальный ток для того, чтобы труба не ржавела. Не ржавела. Вот что касается транспортных аварий и катастроф. У кого есть вопросы по тому, что вы сейчас записали? Если нет, то походим, переходим к рассмотрению следующей группы, значит, техногенных чрезвычайных сплазов. Это аварии на химически опасных объектах. Аварии на химически опасных объектах. Двоеточие. И конкретно какие могут быть аварии на химически опасных объектах. А. Аварии, пожары и взрывы на химически опасных объектах, сопровождающиеся залповым аварийным выбросом в окружающую природную среду, сильнодействующих ядовитых веществ и выходом поражающих факторов за пределами санитарно-защитной зоны со значительным превышением предельно допустимых концентраций, что может повлечь или повлечет массовое поражение людей. Когда мы говорим о такой ситуации, на ум приходит трагедия Бхопала. Все помнят, или вы тогда еще не были, значит, на свете где-то в 83-м году, если я не ошибаюсь, в индийском штате, рядом с городом Бхопал, произошла авария на химическом предприятии. В результате этого произошел выброс с ядовитых веществ, а рядом с заводом находилась, значит, большая площадь населенной людьми. Погибло, по различным данным, свыше 100 тысяч человек. Трагедия Бхопала тогда писали, значит, 100 тысяч человек, а сколько, получили повреждения. Как правило, когда происходят такие аварии, поражаются дыхательные органы. Дыхательные органы. Это равносильно тому, что человек выпивает кислоту, и у него там внутри все эти дыхательные пути, они превращаются в язву. И каждый вздох, это наносит сильную боль, нечеловеческую боль, когда трудно терпеть это. То есть у нас, к сожалению, не все предприятия экономики с еще советского времени отвечают данным делам. Я когда въезжаю в город Черчик и вижу справа вот эти емкости, амьяк и прочие, которые находятся там, значит, в химпроме, в заводе химпроме, расположен рядом с магистральной дороги, сразу вызывает неловкое ощущение, как можно было в центре города построить этот объект. По всей видимости, он раньше находился на окраине, потому что чуть дальше Черчик. Но после того, по мере разрастания города, он оказался чуть ли не в центре, рядом с магистральной дорогой. То есть во всех случаях, особенно на таких предприятиях, должно быть уделяться серьезное внимание в соблюдении технологических ретапетов для того, чтобы не происходило подобных аварий. Следующее. Третье. Аварии на пожарах взрывоопасных объектов. 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 Двоеточие. Третья. Авария на пожарах взрывоопасных объектов. Запишите. А. Аварии, пожары и взрывы на объектах. Аварии, пожары и взрывы на объектах. Аварии, использующих в технологическом процессе или имеющих на хранение взрывчатые, легковоспламеняющие, иные пожароопасные вещества и материалы, повлекшие за собой механические и термические травмы, отравления и гибель людей, разрушения основных производственных фондов, нарушения производственного цикла и жизнедеятельности людей в границах зоны чрезвычайных ситуаций. А. Аварии, пожары и взрывы на объектах. Я еще раз возвращаюсь к теме, с которой мы начинали. Это особо опасные объекты. Вот именно на этих объектах как раз и происходят аварии, пожары и взрывы. Часто в результате неправильного эксплуатации железнодорожного состава. Необеспечивание герметического закрытия у цистерн, крышек. Отсутствие каких-либо соблюдения, то есть несоблюдение конкретных требований, регламентирующих перевозку горючих воспламеняющих веществ, приводит к таким пожарам. Согласно нормативным требованиям, на железнодорожные разъезда станции должны быть оборудованы специальные запасные пути для того, чтобы те эшелоны, которые пребывают с горючими опасными веществами, они дожидались своей отправки до следующего перегона именно на этих. Они оборудованы с таким расчетом, чтобы поблизости не было каких-либо объектов жизнедеятельности. В случае, если возникает такой пожар, не было нанесено ощутимого поражения и уничтожения материальных средств. Следующее. Б. Аварии, пожары и обрушения пород связаны со взрывами газа и пыли на угольных шахтах и горнородной промышленности. Б. Аварии, пожары и обрушения пород связаны со взрывами газа и пыли на угольных шахтах и горнородной промышленности. Вот вам примеры, когда происходят такие вот взрывы. У нас на сегодняшний день три разработки, особенно угля, которые проводятся здесь, в Ташкентской области, в Англении. Затем, это Шурча, добывается уголь. И третье. Недавно, в связи с открытием новой железной дороги, ведущей из Корши, Термес, Средибор, через Байсун. В Байсунском районе, опять же, при активной поддержке Узбекистанта и Муиллеры, открылись новые предприятия по добыче значимых угля и других полезных ископаемых методом шахтного добычи данной породы. И что характерно, вот, как правило, уголь и ему подобные, значит, природные запасы, которые добываются в целях последующей использования в нашей экономике, они сопровождаются, их добыча сопровождаются выделением газа. Вот скажите, пожалуйста, вы баллонами, газами и столь газом пользуетесь дома. Какой запах у газа? Есть ли он запах у газа? Естественно, нет. Нет. Когда для того, чтобы чувствовать запах, в него добавляются в газ специальные растворы, чтобы человек чувствовал. То же самое, когда идет добыча угля, нет запаха вот этого метана, который из породы вырывается, вот, объемы шахты, где находятся горники. Что делали для этого? Брали канареи в клетку и спускались работать шахты. И когда канарейка падала, умирала от того, что начинал этот действие газометан, шахтеры должны были быстро эвакуировать. На сегодняшний день, опять же, нету таких эффективных приборов, которые могли бы сразу выдавать концентрацию газа, скопившуюся в этой зале. Почему? Потому что он накапливается постепенно. Он не так, как с таким напором идет, там, 10-20 атмосфер. Он постепенно доходит до критической массы. И когда одним молотком можно ударить по рельсе, из этой искры потом происходит взрыв. В результате этого обваливается порода и гибнут люди. Постоянно мы получаем такую информацию из телевидения, когда на территории России, больше всего в Кемеровской области, вот из-за этого газа происходят взрывы, которые соборажаются обвалами. Вот чтобы этого не было, необходимо, сейчас ученые работают за этой проблемой, диагностическую аппаратуру своевременно улавливать, значит, концентрацию газа и промять меры. И мы с вами будем проходить тему, как раз одно идет на завершающей стадии, как правильно пользоваться бытовым газом, чтобы не было вот подобных взрывов, и вы, и члены вашей семьи не пострадали. Вот что касается аварии на пожаров взрывно опасных объектов. Вопросы есть у кого-то? Если нет, переходим к третьей группе. Аварии на энергетических и коммунальных системах. 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 Из самого названия данной группы, чрезвычайной ситуации, становится ясно, что это аварии, которые происходят на предприятиях энергетического комплекса и коммунального хозяйства, которое обслуживает наши города, поселки. Первое. А. Аварии и пожары на ГРЭС, ГРЭС, ТЭЦ, районах, теплоцентралях, электросетях, котельных установках, компрессорных и газораспределительных станциях и других объектов энергоснабжения. А. Аварии и пожары на ГРЭС, ГРЭС, ТЭЦ, районах, теплоцентралях, электросетях, котельных установках, компрессорных и газораспределительных станциях и других объектов энергоснабжения. Объектов энергоснабжения. Я сам был удивлен, когда работая юристом профсоюза, оказался на ангренской ТЭЦ. Оказывается, при наличии природного газа, ангренская ТЭЦ, работает на угольной пыле, угле, которое добывается в разгрессах ангренов. И что происходит? Уголь различается до пылеобразной ситуации, и потом зажигается, и он горит. И, когда сгорает данный продукт, в камерах, где он разжигается, образуются налеты, типа накипи, и создаются специальные бригады, которые в квартал один раз, они или в полгода один раз заходят в это помещение и начинают соскабливать это, и убирать. И был такой случай, когда, значит, работая в этих условиях, допустили нарушение техники безопасности, сами наскребли вот эту пыль, и она взорвалась. И люди пострадали. Ну, взорвалась и загорелась. И бригада, или там, как правило, 6-7 человек работают, получили ожоги. То есть элементарное несоблюдение технических норм может приводить к таким последствиям. Другой пример. То, что произошло на Саяно-Шушевской ГЭС лет 5 назад. Помните ли я? Это когда Саяно-Шушевская ГЭС является самой мощной гидроэлектростанцией России. Высота плотины очень большая. А высота плотины, значит, ведется, берется по верхнему параметру. А сама турбина устанавливается внизу, чтобы создать давление, и турбина сильнее вращалась. Расстояние несколько десятков метров. И когда заменяли одну из турбин, ее демонтировали, но механические средства, которые закрывают доступ воды к этой турбине, не были хорошо закреплены. И вот эта площадь воды прорвала эту плиту. Погибло 70 человек, которые находились на станции. Не на плотине, а вот за счет входа воды через одну турбину, 70 человек погибло. Люди показывали по телевидению, люди убегали, не успевали скрыться от напора воды, потому что, представьте, плотины какой силы воды. И, значит, спасались, забегая на ближайшие сопки, для того, чтобы не пострадать. И пришлось приложить большие усилия, для того, чтобы восстановить. То есть, везде техновенные катастрофы происходят в результате несоблюдения технического регламента и мер безопасности при работе на данных объектах. Следующее. В. Аварии на газопроводах, водозаборах, водопроводах, канализации и других коммунальных объектов. повлекшие за собой нарушения жизнедеятельности и угрозы здоровья населения. В. Аварии на газопроводах, водозаборах, водопроводах, канализации и других коммунальных объектов. В этом году, если вы следите за передачами российского телевидения, каждый месяц в одном из административных центров России происходили раздерматизации труб, по которым подавалась в жилые дома горячая вода для отопления. фонтарды, значит, воды, горячие, порядка семидесяти метров, и соответственно, семьдесят кипятов. И те, которые ехали в машине и оказались в это время над трубой, где произошел разрыв, они вместе с машиной поднимали гостер и получали страшные ожоги. Некоторые люди, думая, я перебегу здесь мелко, по колено, в алдарях оказывается. В результате того, что они пытаются... То есть, некоторые люди, ну что там, коммунальщики, нет, это угроза безопасности людей, которые проживают в этом районе. Поэтому коммунальные службы должны осуществлять своевременные регламентные работы для того, чтобы заменять трубы. К сожалению, и у нас в городе на сегодняшний день по различным оценкам фигурируют цифры порядка 50-70 процентов всех вот этих труб, которые осуществляют передоставку нам в квартиры питьевой, горячей воды, они были введены в строй в советский период. И сейчас они требуют, как правило, труба 50 лет. Ну, запас дается, но реальный срок 50 лет должна проводиться заменой. Ну, я думаю, что ближайшие лет 20-30 все-таки найдут какие-то химические элементы, пропитав которые, труба станет нержавеющей. И будет служить не 50 лет, а 100. Технологический процесс идет в этом направлении. Если человечество умудрилось на сегодняшний день запускать космические корабли, неужели трубы не могут сделать нормально? Дорогостоящие, да, но должны быть какие-то новые научные исследования, которые позволят быть. То есть даже элементарная такая труба с горячей водой, проходящей подмесом, она тоже несет в себе угрозу возникновения чрезвычайной ситуации. Следующее. Аварии на газоочистных установках, биологических и других очистных сооружениях. Аварии на газоочистных установках, аварии на газоочистных установках, биологических и других очистных сооружениях. Аварии на газоочистных установках, биологических и других очистных сооружениях, вызывающие загрязнение атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод вредными веществами в концентрациях угрожающих здоровья людей. Авария на газоочистных установках, биологических и других очистных сооружениях, вызывавшая загрязнение атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод вредными веществами в концентрации угрожающих здоровья людей. Вспомните, вот в прошлом году, какие были изящные репортажи с тех каналов, которые протекают по территории нашей столицы Просто с заворожением можно было смотреть, как проводятся восстановительные очистные работы по приданию нормального оборудования